Нагорные проповеди Но прежде чем мы начнем рассматривать главу, я хочу сделать небольшое повторение тех вещей, которые мы уже изучили в начале В начале Нагорной проповеди мы видим, что Ишуа занимается разбором Торы Он приводит идею или стих из Торы и потом либо дополняет, либо обновляет его, либо дает углубленное духовное его толкование Мы, по сути, видим, что Ишуа исполняет то, что Он сказал в начале Нагорной проповеди Где Он сказал, что Я не пришел нарушить Тору Есть переводы, где сказано искоренить Тору, но исполнить И Он продолжает там Матфея 5 главе 17 по 20 стих и говорит, что если кто нарушит и научит так малых сих, он имеет в виду своих учеников, тот малым наречется в Царстве Небесном А кто сотворит и научит, тот великим наречется Что интересно, дамы и господа, что люди думали в течение многих лет, что если они будут учить против Торы, против заповедей, то они будут великими Полностью наоборот тому, что учил Ишуа Ишуа говорил, что если кто-то нарушит, либо научит нарушать даже малую из сих заповедей, он наречется малым в Царстве Небесном Естественно же, что никому не хочется быть малым И он заканчивает в 20 стихе 5 главы, говоря, что если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев и книжников, вы не войдете в Царство Небесное Это очень жесткое, тяжелое высказывание Ибо если мы посмотрим на ревность, которая есть в мире иудейства сегодня, в особенности религиозных иудеев И пристрастие, которое есть у них к закону и заповедям Господу и земле Израилевой То мы понимаем, что Ишуа поставил перед нами не очень простую задачу Превзойти быть более праведными, честными, верными, верующими и милосердными, чем фарисеи и саддукеи Это не такая уж простая задача, господа Это совершенно непросто, потому что, когда мы видим ту ревностность и преданность, которые есть в иудейском мире сегодня То это для нас, учеников Ишуа, еще больше вызов Как мы можем превзойти и быть еще более праведными, честными, верными и верующими Любящими и творящими волю Божью больше, чем даже Он, чье имя благословенно, делает для нас Так что брошенный вызов велик И мы продолжаем с этим вызовом разбираться в 7 главе Евангелия от Матфея Первый стих этой главы говорит Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите вы, будете судимы И какую меру имелите, такой и вам отмерится Эта идея является одним из правил иудейства Мы видим ее уже в первой Масахет, первой Мишна В Мишна Перкеавод Я читаю из Перкеавод 2 главы, 4 стих, где написано Он говорит, твори волю его, как волю свою Тогда он исполнит волю твою, как свою Подавив себе желание противное ему, тогда он подавит в других желание противное тебе Гелель говорит, не удаляйся от общества, не верь в себя по самый день смерти Не осуждай ближнего, пока сам не побывал в его положении Не говори того, что непонятно, но в конце концов будет понятно Давайте попытаемся разобраться то, что говорит Гелель в Перкеавод Что Ешо приводит в сжатом, коротком виде Он говорит, твори волю его, как волю твою Волю Божью Ты должен творить, как будто это воля твоя То есть ты должен говорить, как говорил апостол Павел Для меня смерть приобретения, а жизнь для Мессии И потом тот же апостол Павел сказал Я ничего не знаю, кроме Мессии И притом распятого В этом суть идеи Мы отказываемся от своего ради его Мы отказываемся от того, что хорошо для нас Для того, чтобы делать то, что хорошо для него А если это так, то тогда неуместно, чтобы мы судили других Потому что, когда мы судим других, то и мы будем судимы Вот это та суть сказанного в Перкеавод И здесь цитируется что-то интересное, что сказал Гелель Не верь в себя до самой смерти Пока ты жив, не доверяй себе У пророка Еремии написано в главе 17.9 Написано лукаво Сердце человеческое более всего и крайне испорчено Наше сердце грязнее всего Мы должны знать и понять, что мы не можем доверять даже своему сердцу Мы должны доверять Слову Божьему Откровению, которое оно дает нам И когда мы будем доверять этому откровению Тогда мы будем стоять на твердом основании И тогда мы поймем, что нам незачем судить других Идея мира за миру Это центральная идея всего Танаха И это, в принципе, центральная идея всей нашей жизни Не только как верующих, но и просто людей Во всех поколениях и культурах Идея в том, что То, что мы будем делать потом И произойдет с нами самими Если мы будем судить, мы будем судимы Если мы будем милостивы, то мы получим милость Если мы будем любить, мы будем любимы Если мы будем щедры, то тогда и другие будут щедры с нами Если простим, то будем прощены Эта идея проходит по всей истории, по всему Танаху. И Ишуа в Нагорной проповеди обращает это в правило, в закон. Мы не можем судить других. Ибо какой мерой мы будем судить других, такой мерой будем и мы судимы. Если мы не будем прощать, то мы не будем прощены. Есть у нас притчи Ишуа, есть у нас учения Ишуа, где он приводит многие примеры. Классический пример, когда человек был должен очень-очень много денег царю. Он пришел к царю и молил, и умолял его, «У меня есть жена, у меня дети, я не могу платить, я ничего не могу сделать, прости меня». И царь простил его большой долг. И когда царь простил его долг, тот вышел на улицу и встретил своего друга, который был должен ему всего 50 шекелей. Он схватил его за горло и сказал, «Прямо сейчас ты заплатишь мне до последней горы. Те самые 50 шекелей, которые ты должен мне». И когда царь услышал о его поступке, о том, как ему было прощено царем так много, такой большой долг, а он востребовал от своего друга такой маленький долг, в этот момент царь послал своих слуг, и те привели этого человека к нему назад и сказали ему, «Ты сейчас же будешь брошен в темницу, пока не отдашь все до последнего кондранта». «Поскольку ты не простил ближнему своему, то и тебе не простится». Здесь мы видим это правило, что какой меры мы меряем другим, будет отмерено и нам. И то, как мы судим других, мы также будем судимы. Интересно то, что в иудитских писаниях очень-очень много материала по этому поводу. Я прочту вам сейчас из Масыхи Цата, Мишна Цата, первая глава, седьмой стих. Начнем с седьмого. «Какую меру человек меряет, такой и будет отмерено ему. Она украсила себя для преступления, но была постыжена. Она обнажила себя ко греху и была выставлена на показ. С бедра начало, а потом и живот, посему и будет поражена сначала в бедро, а потом в живот, да и все, тело». Итак, то, что показано в Мишна, что как меряешь ты, так и будет отмерено тебе. Шамшон Самсон пошел вслед за своими глазами, за Далилой, филистимлянкой, за красотой женщины и в конце потерял свои глаза. А весолом гордился своими красивыми волосами и в конце он был повешен за свои волосы на дереве и умер. Той мерой, какой мы меряем, то, чем мы гордимся, то, на что полагаемся, именно там в конце мы и получим удар. Та мера, которую меряем мы, отмеряется нам. Если мы будем судить, как говорит Ешуа, то мы будем осуждены той же мерой, как мы судили других. И это звучит очень просто, но на самом деле это не так уж просто. И в Иудействе, да и в Танахе вообще, это правило занимает очень большое место. И его можно увидеть во многих различных местах. Третий стих. Матфея, седьмая глава, третий стих. Также и здесь есть очень много параллелей иудейской литературе. Там сказано, «И что ты смотришь на сучок в глазе, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, «Да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» Я уверен, что это один из текстов, который просто исполнен юмора. Когда Ешуа учил этому на той самой горе возле озера Кенерет, люди слышали это, и, наверное, они все смеялись. Потому что как человек, у которого есть огромное бревно в глазу, может пойти и вынуть сучок из глаза другого? Он не может видеть, потому что бревно закрывает ему зрение. А он собирается идти и вынуть маленький сучок из глаза друга своего. Это смешно, но это также и печально. Это то, что называется пародией, смешным, но и с горчинкой. И вот мы видим почти идентичную притчу в иудейской литературе. Мы видим эту притчу в Вавилонском Талмуде, Масыхет Арахим. Здесь написано следующее. Так говорят мудрецы. Так сказал Раби Тарфон. Это тот самый, с которым спорил Иосиф Флавий. Сказал Раби Тарфон. Я задаюсь вопросом, есть ли в поколении сем человек, принимающий обличение? Скажу ему, выми сучок из глаза своего, а он говорит, выми бревно из глаза своего. Сказал ему Раби Элиезер Беназария. А я задаюсь вопросом, а есть ли в этом поколении могущий обличать? Это очень интересный текст. Здесь такая же картина, какую и Иешуа приводит, но из раввинистической литературы более поздних времен. И есть люди, которые думают без всяких сомнений, и я тоже думаю так же, что тот, кто учил Раби Тарфон, который жил позже Иешуа, во время разрушения храма, во времена Иосифа Флавия, после 70-го года, что он знал Евангелие, что он знал учение Иешуа, что он берет это именно из учения Иешуа. И у нас есть очень много мест, где мы видим, что раввины знали учение Иешуа, знали учение Евангелия и копировали оттуда. Как, например, место о том, что не человек для шаббата, а шаббат для человека. И человек, он господин субботы. Это мы видим потом у Раби Акива, который писал в начале II века. И это взято из того, что было сказано Иешуа за 70-80 лет раньше. И нет сомнения, хотя бы и в моем только сердце, что раввины знали об учении Иешуа и заимствовали оттуда. Господа, вот перед нами текст, который написан Раби Тарфон, который говорит, «Как ты можешь обличать брата своего и говорить в имя сучок из глаза твоего, когда в твоем глазу бревно?» То же высказывание Иешуа, которое мы видим потом в Мишна и в Емара, в Талмуде и у Раби Тарфона, который жил 50 или 60 лет после Иешуа, и который приводит эти высказывания в иудейской литературе. И мы видим здесь, господа, что тот материал, который Иешуа приводит, он не чужд иудейству, он является господином той мудрости, которая приходит от Бога. И раввины, по сути, просто следуют за тем, чему учил Иешуа. Я знаю, что Иешуа не приняли, мы видим это отчетливо в Евангелиях, но часть народа приняла его, и не совсем маленькая часть. Если мы посмотрим в Деяниях апостолов, 21 глава, 20 стих, где Яков говорит апостолу Павлу и пришедшим с ним о множестве десятков тысяч ревностных по Туре иудеев, которые все верят в Ишуа, это значит, что он говорит, здесь в Иерусалиме есть несколько десятков тысяч, а это минимум 20 тысяч, а в Иерусалиме в то время всего было 100 тысяч. Язефус, первый историк церкви, писавший в IV веке, говорит о том, что перед разрушением храма в Иерусалиме было 40 тысяч верующих, это третья часть города, и все они были ревностными по Туре и в соответствии с тем, что писал апостол Иаков в Деяниях 21-20. Поэтому нет никакого удивления в том, что раввины хорошо знали, чему учил Ишуа. Это видно из Евангелия, и нам нужно сегодня подчеркивать, что в том, что Ишуа учил, нет ничего против Торы или чего-то принижающего Тору. На самом деле, в точности, да наоборот, Ишуа исполнил Тору и учил своих учеников исполнять ее. Мы будем видеть позже, в продолжении седьмой главы, что Ишуа говорит, кто слышит эти слова и не исполняет их, то он уподобляет его человеку глупому, но кто мудрый, слышит слова и делает. Он подобен человеку, построившему свой дом на скале. Господа, мы приближаемся к концу нашего урока. Надеюсь, вы будете продолжать изучение с нами. На следующем уроке мы продолжим изучение Матфея седьмой главы на горной проповеди Ишуа. Всего доброго и благословений. Мессианский центр, возвращенный на Сион, из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова